Последние дни войны. Конец зимы и весна 45-го года на страницах Куйбышевских газет, какими их увидели наши коллеги, фронтовые и тыловые корреспонденты. В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов. Особенно ожесточенные бои произошли за площадь Гинденбурга. Наши пехотинцы, саперы и артиллеристы с трех сторон атаковали противника. Немцы были зажаты в тиски. Другие наши части овладели трамвайным парком. Уничтожено свыше тысячи солдат и офицеров. Захвачено шесть танков и другие трофеи. Новости тыла. В соревновании предприятий районной пищевой промышленности впереди идут Большеглушицкий, Куйбышевский, Сельский, Шанталинский, Похвестневский райпищекомбинаты, которые досрочно выполнили февральскую программу. В Сызране комитет комсомола паровозного депо провел воскресник по сбору металлолома. В нем приняли участие 35 слушателей курсов, помощников машинистов и кочегаров. Собрано свыше 40 тонн металлолома. Военкоры сообщают из Бранденбурга. Вот дороги этой берлинской провинции. Они ведут к самому центру звериного логова. Такие картины мы видели много раз и под Минском, и под Варшавой. Разбитая немецкая техника, трупы немцев, колонны пленных. Навстречу нашим обозам тянутся солдаты и офицеры противника. Их тысячи, но воодно. Все это в нескольких десятках километров от Берлина. До Великой Победы оставался 71 день.